Вот это интересный ресурс. Единственная проблема может быть в том, что у Ананда это тоже стояло? А мне кажется, нет. Судя по реакции Ананда, мне кажется, что это для него неожиданность. Ну тогда это хорошее политическое решение. Потому что видно было, что для него этот ход... Ну, все предусмотреть невозможно, даже при самой тщательной подготовке, когда бригады там... Бригады на отдыхе сейчас, тем более, как картина. А сейчас действительно бригады на отдыхе сегодняшней партии. Я имею в виду сегодня впервые. Я видел, как они расслаблены, явно с облегчением. А, ну, я просто извиняюсь, здесь нет ладья G5 хода? Ладья G5? На C5 хочу съесть. Ну, есть, конечно, ход. Ладья G5. Ну, видимо, конь F6 пойду все равно. Ладья G5? И король D7. Ну, я как-то уже все-таки здесь... Ну, в смысле, связан. Ну, связаны их две пешки, да. У белых, наверное, объективный перевес. Ну, и у черных нельзя сбрасывать со счета контр-игру против короля. А может быть, конь H6? Может быть, конь H6? Ну, как бы там, наверное, неважно взял, потом конь F4, конь D3 хочу поставить. А там тоже конь F5, конь D4 шаг будет грозить? Как-то здесь, честно говоря, выявили, что перевес у белых. Ну, мне вообще тоже кажется, что у белых перевес, вообще-то, честно говоря. Ну, вот именно, мне кажется, ладья G5 точно. Иначе ладья G7, что-то конь H6 непонятно. А вот это вот, что за игра? Ладья Е8 шаг? Ну, вот конь F3. Туда шаг как-то. Ну, оба короля под ударами, надо сказать, здесь. Ну, под ударами, но здесь просто может быть конкретно... Может быть, конкретно у белых перевес большой, да. Ну, вот, даже, кстати говоря, король F3 в этой позиции. В этой позиции, да, ладья F4, король G2. Ладья F6, король G3. А ладья D4 еще есть ход такой, поддерживающий напряжение, скажем так. Ну, не знаю. Он бьет на D6, а на... Ну, так. Что-то, мне кажется, ладья G5 ставит... Вот интересно, как он сыграет. Ладья G5 или ладья... Да, два хода кандидата, пожалуй. Ну, остальные ходы, пожалуй, послабее будут. Ладья бьет G5. Ладья G5, хорошая идея, а Корякина Сергея. Он в этой позиции очень так хорошо пока разбирается, я вижу. Ладья G5, да? Ну, ладья G5, а F5 тогда оголяет, да, ладья бьет G7 тогда, да. F5, во-первых, ладья G7. Да, не, ну, это все. F5 это не ход, конечно, да. F5 это, конечно, совсем плохой ход. Ладья G5 интересно. Интересно, сыграет ли так Виши. Ну, я думаю, что если он так не сыграет, то, скорее всего, он просто... То не достоин носить звание чемпанамира, да? Нет, конечно, не в этом плане. Скорее всего, он просто... Ну, не увидел, значит, этот ход, если он так не пойдет. Да, ладья G7. Мне кажется, что ход все-таки явно сильнее, чем ладья G7. Да, я согласен, наверное, с Сергеем. Пешка C5, она жирнее, чем пешка G7, намного. Тем более на G7 пешка это скрытие линии G при случае в пользу черных. Там ладья G8 где-то дает шахи, ну, когда король прячется на G2. Ладья G5 в ход, пожалуй, ставит большие проблемы. Перед черным, я бы сказал. Конь H6, ладья G7, C5 шах. Учитывая то, что Виша сейчас думает, наверное, он заметил. Наверное, заметил. Напал на след. Пока вот стоит позиция такая. Пока стоит такая позиция. Ход белых. Мы жалко не видим показания часов. Показания часов мы не видим. А вот мы видим 11 минут у Гельфанда и 21 минут у Ананда. То есть большое преимущество. Тут можно подумать. Ладья G5 делает ход Ананд. Браво, Сергей Корянь. Браво, Ананд. Потому что, ну, действительно, это сильный ход. Ну, хорошо, что можно предложить. Можно, допустим, пойти конь в 6. Боря сильно покраснел Гельфанд. Конь в 6, ладья G5, король в 8. Можно сдать пешку. Ну, это под шахи дальнейшие. Хотя, может быть, так и надо. Вот так. Я имею в виду, вот так пойти королем безрассудно вроде бы. Но, я скажу, накал борьбы тут сохраняется серьезно. Сохраняется, да. Это не сказать, что белые так уж. У белых, объективно, наверняка, перевес. Но позиция носит еще такой обоюдный все-таки характер. Потому что черные мобилизовали все фигуры. Король в 8, наверное, сильнее, чем король в 7, конечно же. Ну, чтобы, да, под шахи не попадать. Я совершенно согласен с Сергеем Корякиным. Черные могут даже отдать пешку на а7. Главное, и маг не получить. Где-то там. Или там какой-то шах и вилка на ладью, и все. Так, 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 так. Как сыграл Гельфанд? Как он сыграл? Не видно. Не видно пока. Вот пока эта позиция стоит на доске. Он конев 6, по-моему, не сыграл. А или сыграл. Ну, там просто локоть Ананда мешает нам. Конев 6. Молодец, молодец Гельфанд. Он нашел, наверное, самый правильный ход. Ну, ход, в общем-то, достаточно очевидный, конечно. Надо развиваться и отдавать пешку. Ладья бьет в 5, бьет Ананда. Ну, король в 8, если Борис тут пойдет. Король в выбор. Ну, король в 8 все-таки действительно сильнее, чем король в 7. Хочется как-то инстинктивно пойти королем, может быть, под защиту ладьи. Но это, видимо, ошибка. Король в 8, да? Пока все по плану. Надо отдать должное Гельфанду. Он в этой партии тоже показывает. Явно столкнулся с неожиданностью. Но, может быть, он играет очень так. Упорно ее избрал. И пока совершенно не очевидно, чем закончится эта партия. То есть, объективно, наверняка, перевес у белых, я бы сказал. Наверное, конь c4, конь е3, да? Ну, это лишняя пешка, но несбалансированная очень позиция. Там у черных серьезные шансы на ничью. Ну, я бы на контрагру, я хотел сказать. Мне кажется, конь c4, может быть, так и надо. Конь c4, ладья е8, конь е3. Может быть, так и надо. Тут еще король в 3 был ход, кстати. Был, да, но как-то он неплотно. Король в 3, может быть, ладья d4. Ну, как-то да. Сейчас посмотрим, что сыграет виша. А вот эта позиция конь е3, ну, да. Белая ладья g1 как-то хотела. У белых лучше, безусловно. Во-первых, можно дать шах пока слон g4. Слон g4, слон f3, да? Или слон h3 даже дать шах, если король f1 пойдет. Даже такой шах, он как-то неприятен, может быть, все-таки. Не очень приятно, да, там же ладья на g6. Ладья на g6 где-то пойдет, конь е4 даже можно предложить. Ну, я не знаю. Это как-то хорошо получилось. Ну, может быть, да, не факт, что конь c4 можно вот после король d7. А в том-то и дело, позиция, 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 о, у Бори нету, у Бори, а этот. Достал бутылочку свою. Ну, все, теперь мы можем быть спокойны, наверное, за результаты партии. Я имею в виду, болельщики Гельфанда могут быть спокойны. Бутылочка пошла в ход. Ну, он, кстати, сам успокоился. И сам он как-то немножко успокоился немножко, потому что видно было, что он красный. И как-то очень, ну, такой. Я не понял, неужели мы только что смогли увидеть, что находится внутри этой бутылочки? Он же это всегда скрывал. А Боря, дело в том, что вот тут он проявил неосторожность, быстрый шахмат, и он расслабил. Мне кажется, наоборот, он просто в решающий момент супероружие. Взгляд такой в стиле Михаила Таля, кстати. Взгляд такой, можно сказать, не гипнотизирующий, конечно, но такой изучающий, скажем так. Мол, мы еще живем, можно сказать так, в взгляд, что, мол, не так-то легко меня убить в этой партии. Ну, хорошо, после крыльбы 8 можно подумать. Я вообще должен дать должное тут Сергею Карякину. Он угадывает практически все ходы. То есть это явно тут его позиция. Ходы уставших. Ходы уставших. Я угадывал. Матадоров. Ну, ладья и 8 шах напрашивается. Вряд ли такой ход будет неправильным, да, ладья и 8 шах? Ну да, как-то. Хочется отдать шах, а дальше думать. Слон же 4, f3, это бесспомышленно. Это проигрывает, наверное, сразу, тем более. Нет, ну, ладья и 8 шах, наверное, хороший ход. И, ой, пардон. Ну, другое дело, что, может быть, король f3 все-таки белые пойдут. Может быть, да, король f3, это, конечно. Да, ладья и 8, гельфан, дает шах. Король f3, логично. Король f3, ну, тут два хода. Конь e3. Дело в том, что ладья e5, там, наверное, вряд ли такой ход, как-то нарушается гармония. Это тоже возможно. Ну, тут... Ладья e5, наверное, же можно взять. Взять ладья e6, и f4, конь d7. Ну, да, 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 да. Это вряд ли, да. Черный отыгрывает пешку. Черный отыгрывает пешку, тогда имеется в виду вот так. Имеется в виду вот так. Ладья e5, конь e5, ладья e6. f4, конь g4. Ну, и у черных минимум не хуже здесь. А может быть, даже и поприятнее. Ну, это уже не важно. Потому что пешку отыграют, они, а слон, ну, посильнее, наверное, коня немного. Ну, около равенства, в общем. Так. Интересно. Да, значит, ладья e8 у белых... Значит, ладья e8 у белых какой ход? Или конь e3, или... Ну, конь e5 шаг еще есть. Не-не-не-не, вы поставьте король... Ну, нет. Вот здесь. Вот здесь, да, ладья e8? Ага, пардон. Конь e5 в ход вообще нету. То есть, или конь e3, или король f3? Ну, вот король f3 действительно, что напал на ладью. Король f3 плюс... Ну, ладья d4, очевидно. Да, ладья d4 хочется пойти, и тут надо как-то белыми... Теперь может быть конь e3. А, кстати, в белом тоже может быть обоюдная позиция. Ну, вот, наверное, теперь, если я конь e5, да? Да, грозят конь c6 шаг. Нам рисуют стрелочку немедленно на тот компьютер. Да, все-таки тут... Что можно сказать? Это выглядит сильно. Ну, конь e5, король b7 хорошо пока что. Есть король b7, но это как-то под шахи, под все. Конь b5 тогда еще появляется ход. Да, появляется. Там и конь d6 шаг будет... Ну, что делать? Ну, в смысле, да, после конь e5. А вот интересно, король f3, наверное, хороший ход. Может, не ладья d4, а кушать другое. А что другое может быть? Король f3 сильнее, чем конь e3. Король f3 сильнее. Конь e3 пассивно слишком. Король f3, ладья d4, конь e5. И вот это, пожалуй, перевес, я скажу, у белых. Четкий. А, ну, хорошо, может быть, ладья e6. Конь h5 вот нет ухода, к сожалению. Это вообще конь c6 страшная угроза. Короля b8 прятать в углу короля. А, еще ладья f4, но это странно. Может быть, прятать короля в углу как-то вот так? Ну, тоже конь b5. И конь c7 шаг. Не, ну, скорее, король b7 все-таки. Король b7, правда, на конь b5 сейчас я пытаюсь понять. Конь b5, ладья d2, может быть, так? А, конь d6 шаг нету, да? Тут, правда, конь c4, опять вилки какие-то. Ну, да, ну, тут как-то король совсем в коробочке. А главное, что белых... Ладья d2, это зевых. Нет, тут, наверное, безнадежно вот эта конкретная позиция. А, тем не менее, пошел конь e3. Вот это да. А вот это уже... Вот это интересно. Это, я считаю, вообще серьезная ошибка. Просто у него такой шанс сейчас был. Сейчас. Вот. Ладья e8, он пошел конь e3, а Гельфман что, конь h5 пошел, что ли? Быстро. Конь g4, наверное. А, конь h5. А, точно, конь h5. Не, под бой, что ли? Ладья h5, слон g4. Ух ты. Борис Абрамович-то блестящий просто сыграл. А, да, конь h5 пошел. Не, ну, конь e3 просто очень слабый ход, наверное. Конь e3 слабый ход, очень, действительно. Это означает о том, что он не вник в позицию. Да. Мы с Сергеем Корякиным тут нашли, ну... Я тут уже примазываюсь к славе Сергея Корякиным, который, в общем-то, надо сказать честно, блестящий пока угадывал все ходы. И, в общем-то, очень хорошо трактовал эту позицию. На самом деле, конь e3 я тоже вначале сказал, а потом я согласился, что король f3 действительно сильнее. Поэтому... Вот конь h5 это ход... Это ход интересный. Не, ну, на самом деле, даже если не конь h5, даже в любом случае у черных видно, что какие-то разные возможности были. И конь e3 такой неубедительный ход. Конь e3, это, прямо скажем, серьезная ошибка. Тебя позиция сильно обострилась? Сильно обострилась позиция. Конь d5 может быть пойти? С c3 на d5? Конь d5, да, я подумал. Конь d5 может быть... Ладья b5, шах с идеей. Король a8, конь c7, мат. Я хочу показать. Ладья b5, шах, но король c8 надо ходить, значит. Ну, ладья c5, правда черные могут на d8. Ну, в общем, обострилась ситуация. Тут король f3, правда? Тут, правда, король f3. Ну, g5, о, вообще g4 матовая коробочка. Тут матовая коробочка просто. Тут не вообще, g5, это может быть мат. Белыми, да, вообще. Смотри, позиция вообще удивительная позиция. Конь d5, ходы. Решманатана мы поднимаем. Конь d5 пошел Лишанант. Вот интересно, найдет ли Борис Гельфанд ход f5? Вот это интересный момент. Не, но f5-то он найдет. Может быть, f5 может быть, король d2 такая. Ну, король d2, что, связанный конь f4? Ну, это в 4 конь c4. А, ну, хорошо, король d2, но это, во-первых, не так. Конь f6, во-первых, надо смотреть. Конь f6, ну, c4. Ну, c4 конь c4 шах. Вот это была моя идея. Моя идея была вот такая. В смысле, шах-то я видел, я думал, на f2 висит, но то, что на c5 висит, да. Ну, может быть, сначала шах на b5 дать? Не знаю, но, во всяком случае, позиция обострилась явно. Вот стоит позиция такая. Может быть, у белых по-прежнему лучше по-прежнему? Потому что ладья беда d5 тоже есть ход, кстати. Ладья беда d5, конь f4 шах, но это без пешки. Не, ну, это не лучше. Это явно не нужно черным. Это, наверное, близко к проигранному Эйншпель. Так, f5 напрашивается. g5 еще можно посмотреть. g5, да, но g5 как раз может быть c4, белый по-прежнему. Да, f5, конечно, ход надо делать, мне кажется. Подключать пешку к атаке. Вот красивая идея вот эта, что король f3, то g5. Вот это красивая идея. И тут вообще белый может быть плохо, неожиданно. Потому что матовая атака. Да, неаккуратно. Очень неожиданно все может получиться. Тут вообще позиция интересная. Но времени мало у Гельфанда остается, конечно. Не, он f5 должен пойти. 6 минут 20 секунд. Мне кажется, большой перевес по времени у Ананда. Сейчас нужно пойти f5, а дальше думать. Да, f5 надо ходить срочно. Иначе я скажу, что у Гельфанда может просто не хватить времени. Просто может не хватить времени Гельфанда. Поэтому g5 надо, f5 надо ходить быстро. О, знаете какую идею? f5, ладе d1, f4, ладе d4. Может быть, что-то у черных есть? f5, ладе d1. Ну, во-первых, тут надо считаться сходом слон g4, шижочек. f4, f3? Нет, не пошел он f5. Как он пошел? Конь f4, что ли? Какой-то ход коньен. Конь бетет? Не понял я. А как конь? А, конь g4? Не, не понял. А, все-таки конь g4 было сыгранно? Нет, как конь g4? Не понял я. Как это произошло? А, то есть, на самом деле, вместо конь g5 было сыгранно конь g4, а мы его перехвалили. Конь g4? А дело в том, что тогда извиняюсь. Просто такое было ощущение, что конь h5. Конь h5, это мой отличный ход. Конь h5 интересный был ход, да. Очень интересный. В общем, я ничего не понял. И как было на конь g4 пошли? Конь cd5, конь e3 теперь. Ах, вот как это, вот как оказывается все было. Мы даже этого не знали. Вот как. Мы тогда просим прощения. Конь e3 чем побил анант? Чем он побил конем, да, наверное? Он побил конем на риторе. Ага. Да, а мы так уже увлеклись, действительно думали, что конь h5. Слон же 4 шаг. Тоже позиция совершенно, кстати, мне кажется, еще не ясная. Ну, ясно, что у белых лучше, то есть. Но не ясно, насколько. Ну, правда, вот куда сейчас уходить королем? f3 может быть? f3. Ну, f3 это шансы у черных на контр-игру все равно. Ну, даже условно говоря, ушел слон c8 и ладья c6 там хочу. Да, это шансы на контр-игру у черных неплохие. Белые могут удержать перевес, может быть, очень точной какой-то игрой. f3 пошел. f3 пошел, да. Ну да, ладья c6, наверное, не имеет смысла, потому что ладья c3. И слон тут запутался под ногами. Поэтому, наверное, на f3 надо слон c8 пойти, действительно. Так Гельфанта играет. Мы угадали опять с Сергеем Корякиным эти ходы. Ну, позиция, что можно сказать? Лучше у белых, лишняя пешка, но у черных сохраняются контр-шансы на ничью. Да, да. Такие серьезные шансы на ничью. Причем, на самом деле, здесь можно зернуть. Вот я, допустим, начал рассматривать ход ладья g1, думая, что это на ладья e6, ладья c3. Но потом понял, что слон a6 шах в промежуток. Ага. И c4, ладья e6, и белым надо сдаться. А вот это красиво очень. Посмотрите внимательно вот эту идею. Ладья g1, ход выглядит логично. Если ладья e6, то ладья c3. Ладья c3, белые лишней пешкой. Консолидировались вроде бы. Но ладья g1 очень красивая действительно идея. Слон a6 шах, c4, ладья e6. Ну да, и белые теряют коня. Ну, может ладья g7 как-то еще... Ну, это безнадежно, грубо говоря. В общем-то, можно сказать, что это проигранная позиция для белых. Мы не погрешим против истиной. Вот это интересно. А чей ход? Ход Ананда. Да, вот после слон c8. Да, вот позиция. У Гельханда мало времени, около пяти минут с небольшим, наверное. Ну, у него, кстати говоря, довольно простая игра. Да, игра, да. Дает шахи. Может быть, ладья c3... Вообще слон a6 грозит же. Слон a6 грозит шах. Да, я пытаюсь найти ход. К ладья e1, может быть, надо ходить? Ладья h6 тогда. Я подумал, может быть, ладья c3. Ладья c3 сразу? Ну, такой ход делать трудно. Я понимаю, но... Тоже слон a6 шах. Слон a6, королю в 2, и на g3 уйти. Ну, даже там у черных не так плохо. Даже там, в ладья c6, там можно добавить еще. Да, даже там неплохо. Вот это интересно. События, конечно, развиваются здесь. Не, вот на самом деле, в очередной раз мы видим, что конь e3 был настолько неубийцем в ход, что и конь h5, и конь g4. Какие-то еще возможности. Конь e3 очень плохой был ход. Потому что, видимо, после короля в 3 позиции, объективно говоря, близко к выигранной была бы она. Ну, большой перевес. Большой перевес, да. А сейчас лишняя пешка, но попробую реализовать такую пешку. Король путается под ногами. Если бы, конечно, одну ладью разменять, то у белых было бы выиграно практически. Но когда две ладьи на доске, по две ладьи, в смысле, на доске, то серьезные контршансы. Слон явно сильнее коня, который связан. И пешка пока не чувствуется, скажем так. Хотя эндшпиль на доске, но очень интересный эндшпиль. Очень интересно. Единственное, что у Ананда, конечно, большой перевес по времени пока. Ну, не знаю, насколько это ему здесь. В такое позиции время можно очень быстро потратить. Да, играть легче за зато и Гирфанду. Явно легче. Черные могут легко вообще перехватить. Например, вот такой ход я подсказываю. Владиады 3, как говорил Сергей. Вот сейчас. То, например, слон на 6 шаг. И, например, король Е1. Ну, король в 2 не хочется, Владиады 2. Хотя, наверное, так правильно. А здесь вообще перевес у черных явный причем. Тут просто у черных они отыгрывают пешку. Ну, и сами играют на победу явно. Тут уже надо ходить король в 2, отдавать пешку H2. Ее ни к чеку не защитишь. То есть у черных отличная координация за эту пешку. И Гирфанд как-то успокоился, по-моему. Очень, конечно, матч развивается. Вот этот тайбрейк развивается действительно драматично пока. То есть мы не видим тут... Нет ничего похожего на то, как играли они матчи. Ничего похожего. Идут взаимные ошибки большие достаточно. Ну, по крайней мере, со стороны Ананда. Со стороны Гирфанда тоже, конечно, не идеальная игра. Но интересная. А со стороны Ананда пока мы видим, что он играет довольно грязно обе партии. Вот на самом деле, почему я спрашивал... Вот стоит позиция на доске. Почему я спрашивал, работают ли бригады в перерыве между партиями? Что будет... Нет-нет, не эта позиция стоит на доске. Как он пошел? Не знаю. Вот стоит позиция на доске. И он пошел. Ладья Е1. То, что я предлагал, да? Да. Профилактический такой ход. Сейчас. То есть он на ладья H6, ладья H1 с достоинством. Ну, и ладья Ц3 уже можно... А, да, и потом ладья Ц3, да? Да. Черные могут пойти даже слом Б7 здесь, кстати. Вот такой ход. Прицелиться к пешке Ф3. И не так просто еще ее защищать. Ну, вполне возможно ходы. Ну, там какие-нибудь... Ладья F5. Ладья F5, да, может. F6 просто. Нет, это вполне возможно. G6, потом F5. Хорошая компенсация. Надвигать. Неплохая компенсация за пешку у черных. Только вопрос в том, поверит ли Гельфан в то, что у него... Ну, в смысле, сможет ли он холдокровно оценить позицию? Что он не обязан форсировать, как бы, здесь варианты, а может играть на позиционную компенсацию. Вот это интересно. Ладья Е1 ход может быть неплохой, даже может быть хороший. Сделал анант. Ладья H6. Ладья H6 я не думаю, что это прям такой... Ну, что, как бы, Ладья H1 здесь наверняка можно тоже что-то придумать за черных. Ну, да, Ладья H6 ход неплохой. Ладья H1 надо играть, похоже. Здесь что, допустим, попробовать вот самое прямое. Ну, здесь сломбосим. Самое прямое, если... Ну, допустим, Ладья Е6, Ладья Ц3, Ф5. А, или вот так, да, Ладья Е6. Самое прямое. Ладья Ц3, Ф5, действительно. О! Действительно. Король F2, Ф4, Ладья Е2 шах. Ну, да. Да, это можно закончиться трагически, может, для белых. Король F2, Ф4? Не, ну, как король F2, да, ну... А если король F2 не ходить, а как ходить? Ну, F4 самому? Два хода, F4 или король F2. Во-первых, F4 и G5 еще? F4, G5, Ладья Ф1, Ладья H6. Слон А6 шах, извиняюсь, на Ладья Ф1. А, слон шах, да, браво. Ладно, ну, пока мы это говорим, темп игры резко ускорился, тем не менее. Ладья H6, Ладья Ф3, Ф5. А, ну, сыграно. Вот, я еще снова снимаю хляву перед Сергеем Корякиным. Тут он чрезвычайно эффективно действует в этой партии. Король F2, да. Король F2, да. Король F2, правильный ход, да. Король F2, он не пошел в матовую сеть. Ну что, F4, да, хочется пойти? Конь-4. Теперь Ладья Е2 шах. Ну, хотя, не знаю, нет уверенности, что это правильно. F4, он пошел, Гельфанд. Конь-C4. С другой стороны, белые консолидировались как-то? Может быть, Ладья Е2 и слон-H3 поставить, так, чтобы... Вот так, да. Ну, тут Конь-D6, надо считаться. Мне кажется, черные, может быть, все-таки напрасно на это пошли, если честно. Как там сыграно-то было? Конь-C4, да? Нет, там какие-то ходы были сыграны, я не могу. А, или F4, Конь-D5-4 пошел, я не могу понять. Вообще, ты знаешь, если честно, то мне кажется, что это было не совсем правильно. Слон-B7 ход. Ну, может быть, он форсировал, да. Он, может быть, напрасно форсировал. То есть, ты угадал, конечно, но, может быть, это был не самый точный ход. Не, ну, я как бы сразу сказал, что посмотрим самое прямое. Вот, Борис тоже посмотрел. Да. Куда он пошел? Конь-D5, по-моему. Конь-D5, да? Под связку стал опять, интересно. То есть, не боится связки. Ну, хорошо. Ну, в смысле, там ладья уйдет. G5 просто пошел. G5. G5 слон-B7, да, он хочет? С последующим. Ну, да. Ну, у Ельфанда здесь хорошие практические, по крайней мере, шансы на ничего, скажем так. Спасибо.